Девушки отдыхают И жизненно необходимым продуктом первой необходимости, самым лучшим душистым хлебом на земле. Итак, герой нашего проекта, директор Юго-Синьского предприятия хлебобулочных изделий Вадим Шутаевич Цхавребов. Откровенно и на одном дыхании о жизни, семье, работе, планах. Вадим Шутаевич Цхавребов. Кто он? Человек, сделавший сам себя или на пути к становлению были авторитеты в лице родных, близких, родителей, помогающих, наставляющих. Для меня авторитетом всегда был мой дедушка. Цхавребов Григорий Павлович. Примером в жизни для меня служили многие уважаемые люди. Это Алик Цхавребов, это Гурант Цхавребов, Давид Джигулаев, Туреза Кулумбекова. Я могу перечислять многих, я как раз то поколение, которое застал этих уважаемых, авторитетных людей. Я всегда хотел заниматься хозяйственной деятельностью. С четвертого класса я хотел быть директором мясокоминута, не знаю почему, честно. Вот я говорю как на духу. И брал пример с людей, которые успешно делают свое дело. Персонально, чтобы сказать, что я кому-то подражал, и кто-то мне помог стать тем, кем я стал. Ну, прямого причастия, кроме моих родителей, я никого не вижу. Так лучше даже. Ни от кого не зависишь, и чужие ошибки не повторяешь. То есть берешь все лучше у каждого и анализируешь. Как проходило ваше детство, утро, чисто, юность? Прекрасно, здоровое детство, хорошее воспитание, прекрасное общество, гарантия будущего, социальная справедливость была, ну и вера в будущее была. Я, модно сейчас называть золотые годы Советского Союза, дитё застоя, да, золотые времена. Я, кстати, не во всем поддерживаю строй Советского Союза, но в плане воспитания будущего, в плане воспитания молодежи, в советском устрою равных нету, и вряд ли когда-либо будет еще. Случай, который повлиял на ваше становление? Я видел вот этих великих людей, соотечественников, старшее поколение, кого перечислил, и брал с них пример. Мне беспокоили трудовые успехи, какие-нибудь результаты. Я из рабочей семьи, я был правильный ребенок, живой ребенок, скажем так. И все эти люди тоже повлияли на мое становление. Ну, больше в моей жизни, конечно, принимал участие Царство Небесное, моей маме, Клейвазик, Харитоновне. А ваша активная жизненная позиция как-то повлияла на вашу работу? Положитель. Для меня это норма жизни. Это значит, тебе не безразлично, что вокруг тебя происходит, не безразлично, как живет твой народ, как живет твоя страна. Лихие девяностые. Вы среди защитников Родины. Что вас подвигло на то, чтобы взять в руки оружие и защищать свою Родину? Ну, чувство любви к Родине, патриотизм. Я в 90-е годы могу сказать, что с 91-го года я активное участие не принимал. Я жил в Петропавловском, Камчатском уже тогда, учился там. И после учебы уже регулярно приезжал. А во время учебы только на каникулы. Как и всех наших дед и отцов за что ворвали? За Родину, за Сталина. Точно так же любовь к Родине, к своим святым намоленным местам, к своим кладбищам своих предков. Ну и забота о будущем поколении. И как вы считаете, с чего начинается Родина? Родина для меня начинается с родителей, святых мест, с семи. Ну и все, что нас окружает. Честно, вот помню, сейчас такой вопрос задали, что я, наверное, долго еще буду над этим думать, с чего начинается Родина. С высоты вашего жизненного опыта, что бы вы переиграли в своей жизни, что бы вы изменили? Ну, глобального точно ничего. По мелочам, наверное, что-то можно бы было изменить. И то не ради личных интересов, а ради общего дела. Будучи даже депутатом, не ждал решения какой-то проблемы от других. Если это мне по силу, если я знаю, как это делать, а не просто словами хаять и говорить все, что это плохо, то плохо, я не сторонник таких мнений. Семья Вадима Шатаевича, какая она? Шамрина Ивановна Васильевна. Мама моих детей. Схавребова Ирина Вадимовна. Схавребова Арина Вадимовна. Схавребова Гордастапина. Ну и Схавребов Эдуард Вадимович. Мое будущее, мое все. И мой первый внук Артур Маркларов. Кто-то из детей пошел по стопам отца? Младшая из дочери Арина. Учится сейчас в Москве. У нас схожая специальность. Стандартизация, метрология и технология. Я еженет в технологии пищевой промышленности. Из моих детей пока больше всех она старается быть на папу похожей. У нас выпускается торт Арина в честь моей дочери. Кстати, очень вкусный. Это ей придуманы. Тема, с которой часто приходят к вам журналисты. Работа Юго-Эстинского предприятия хлебобулочных изделий. Вы многие годы бессменный руководитель и это о многом говорит. Экскурс в прошлое. Как удавалось работать, когда многие организации были парализованы в годы войных лихолетий? Война и агрессия со стороны Грузии. Ну, работали, как работали, честно сказать. Тогда этой мысли не было. Не было и страха, честно вам скажу. Страх появился уже позже, когда война закончилась. Только в одно это здание завода попало 8 минометов. Хотя вы видите, напротив швейная фабрика загорожена, сверху холм. Туда крупная триллера не добралась. Танки прорывались. Дай Бог здоровья Битиеву, Булату, Царство Небесное, Джуэеву, который, Пантера. Мы все вместе там стояли с западной стороны городу. Хотя мужество и героизм проявили вот эти двое ребят, которые подорвали эти танки. Мы там присутствовали только, скажем так, особо активных действий, кроме как короткими автоматными очередями. Прикрывали их больше ничего. Хочу подчеркнуть заслуги Битиева Валеры. Он организовал эту оборону. Он меня позвал с собой. И этих ребят он привел. Пользуясь случаем, я бы хотел, чтобы этот человек был награжден высшей наградой Республики Южная Осетия за организацию и участие в обороне, в прорыве город Схенвал. Все об этом знают, что именно в дни августа работа не прекращалась. Здесь работали героические люди. Здесь работали мужественные люди. Здесь работали часто повторяемые мною слова. Лучшие люди страны. Я не буду сейчас поименно перечислять. Я всего лишь один эпизод скажу вам, как оператор котельни Павел Газаев, узнав, что его сын погиб, не бросил работу. Единственник очага третий сутки уже работал. И я не знал, как это ему сказать. И он понял, что я хочу сказать. Говорит, я знаю, может домой пойдешь. А я что уже сделаю своему сыну? Сына я уже не верну. А если уйду, и хлеб перестанем печь. Мне сейчас слезы на глаза наверняются. А если, говорит, я уйду, то и завод остановится. Еще люди впадут в панику. Ну, ну вот так. Разве что со Сталином его можно сравнить с поступком Сталина в годы Великой Отечественной войны. Царство Небесное. Такого рода примеров или близко к этому примеру. Лолоева. Наша работница заслуженная. Рядом стояла Техова, молодая, девушка лет двадцати, двадцати трех. Говорит, мне уже шестьдесят лет. Ты знаешь, ты-ка иди в там безопасное место, где окон нету. Иди в бомбоубежище. Типа я уже прожила свой век. И в этот момент осколок снаряда, разорвавшиеся мины и пятьдесят, шестьдесят сантиметров над их головой втыкается. Я могу целый час как минимум без остановки рассказывать о поступках коллектива. Дорогих мне людей, честно. Мы же одна семья. Военные годы позади, но и сегодня непросто. Рыночная экономика вносит свои коррективы. Как вам удается быть всегда на плаву и на уровне? Да. Это не менее сложный вопрос. Выживание в военные годы, по крайней мере, сил и здоровья не меньше отнимает. Есть реально трудности предприятия более 70 наименований продукции. и кроме одного вида основного вида хлеба все остальное самокупаемое. На хлеб социальный цена регулируется правительством. Сегодня при реальной цене больше чем 24 рубля мы его продаем по 18 рублей. 14-17% от этой суммы нам компенсирует государство. Остальное мы выживаем своими силами. В этом году вы видите с этим COVID-19. Ситуация стала вообще мы были вынуждены обратиться в парламент, в правительство. Надежда на понимание уже есть. Предмет вашей гордости в вашей работе. Чем из производимых продуктов хлебобулочных истелей выгождитесь? Можно я переначу ваш вопрос? Продукция это плод нашего труда. Предмет моей гордости в этом работе это вот те люди и тот коллектив, который можно назвать полноценным коллективом. То есть если прочитать, что такое коллектив, это не просто группа людей, это в моем понимании это группа людей одержимы общим делом, своим делом. у многих жителей нашей республики утро начинается с душистого хлеба с вашего предприятия на столе с ароматным кофе или чаем. С чего начинается утро Вадима Шутаевича? В велопробежке с короткой зимнее время года, с легкой зарядки, телефонных переговоров по делам, по бизнесу, обхода территории, по строго установленному графику. Захожу в магазин и вижу утренний хлеб и уже когда вижу, что он на должном уровне, а он почти всегда или всегда на должном уровне, уже настроение поднимается, кондитерский цех, ну и в последнюю очередь прихожу в администрацию суда. Обязательная процедура это пообщаться с главным инженером, с главным механиком, с начальником охраны, это на входе я делаю. Потом объезжаю все торговые наши торговые точки, частично, выборочно. Ну я уже рассказал половину рабочего дня своего, не утро. Вот так. Это будет интересно нашим телезрителям. Вы оптимист или пессимист? Оптимист. Вы когда-нибудь хотели переделать мир или всегда смотрели на мир трезвым взглядом? Я всегда хотел переделать мир. А сейчас? И сейчас хочу. Что мы у вас не спросили и о чем вы хотели сказать нам, нашим телезрителям? О дальнейших наших планах наверное вы меня не спросили. Нам это очень интересно. Вы как хорошо ведете, делаете свое дело, честно, мне понравилось. Так профессионально и так грамотно я давно не давал интервью и такого интереса к интервью у меня давно не было. Наши планы на будущее. Но я думаю, что мы будем услышаны, нам дадут наши долги. Мы приобретем новое оборудование, расширим производство, снимем нагрузку на предприятие в виде заработной платы. и я вам сейчас скажу, я уже бюст давно, я хочу заполучить вот то производство колбасных изделий, которое находится у нас на трассе Цхинвал-Рок. На всех уровнях буду добиваться, вот, как говорится, пешком до Москвы дойду, но я хочу заполучить это предприятие. Там прекрасные мощности, там очень хорошее оборудование, и я бы хотел, как наш всеми любимец цхинвальский хлеб, выпустить там такие же мясные изделия. Помимо этого, я хочу там бы наладить мини-мельницу, есть очень хорошие, суперсовременные, и я бы договорился однозначно с фермерами, которые бы мне пробные варианты уже делали, выращивали под эту мельницу пшеницу. Мини- консервное производство, огромные площади, помимо того, что там есть колбасного и мясного производства. Мини-спецзавод, мини-пивзавод, абсолютно классическое идеальное пиво. Я бы хотел все равно для своей страны, для своей родины оставить больше след. Если Бог даст осуществить двус следа, я создам мобильное мини-производство, которое сможет как минимум на 50-70% обеспечить продуктам питания нашу республику, наше население. Я как хозяйственный бизнесмен могу сказать, что рост ВВП республики в процентном отношении было бы куда больше, чем даже у Китая. И даже при великом вождении народа Юси Бесариновича Сталине, у него было 14-15%. Сейчас китайцы кичатся 6-7%. Спасибо вам большое за интересное интервью. Мы вам желаем, чтобы все ваши цели, ваши идеи были в новом году реализованы. Спасибо. Взаимно всех. С Новым годом. Счастья, здоровья, мира и процветания.